Два одинаковых стальных шара подвешены на длинных нитях. Отведем первый шар в сторону и отпустим его. Шары поочередно ударяют друг по другу. После удара первый шар останавливается, а второй подлетает практически на ту же самую высоту, как будто шары при ударе обмениваются скоростями. Этот же эффект при достаточно сильном ударе мы можем наблюдать и с бильярдными шарами. При таком ударе шары не катятся, а скользят по сукну. Почему же при ударе шары обмениваются скоростями? Пусть первый шар движется со скоростью v, а второй стоит на месте. Представим себе, что в том же направлении со скоростью v пополам едет тележка с наблюдателем. С точки зрения наблюдателя шары сближаются с одинаковыми скоростями v пополам. Если потерь энергии нет, то и после удара они разлетятся с теми же самыми скоростями. Первый шар движется относительно тележки со скоростью v пополам назад, значит, относительно земли он будет стоять на месте. А второй шар обгоняет тележку со скоростью v пополам, и сама тележка тоже движется со скоростью v пополам, значит, относительно земли этот шар будет двигаться со скоростью v. А теперь посмотрим, как происходит столкновение бильярдных шаров при упругом нелобовом ударе. Оказывается, что после такого удара они всегда разлетаются под прямым углом. Докажем это с помощью геометрии. Сразу же перейдем в систему отсчета, где шары движутся навстречу друг другу с одинаковыми скоростями. Если потерь энергии нет, после удара они разлетятся с теми же самыми скоростями вдоль какой-то прямой линии. А теперь вернемся в исходную систему отсчета, где второй шар до удара покоился, и изобразим новыми стрелками скорости шаров после удара. Закрашенные треугольники равнобедренные, с равными углами при основаниях. Сумма углов треугольника ABC равна 180 градусам, поэтому угол ABC прямой, что и требовалось доказать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова